Мир сегодня довольно быстро меняется. Люди все больше склоняются к проживанию в городе. Такие темпы роста оказывают огромное давление и напряжение на любую систему, которая ограничена в своих ресурсах. На самом деле, для работы над общим проектом вместе собирается многопрофильная группа людей, которые исходят из разных точек зрения, ставят перед собой разные задачи. Каждая из этих групп и преследуемые ими цели в этом процессе имеют свое особенное значение. Итак, у вас есть архитектор. У вас есть застройщик или группа застройщиков. У вас есть государственные, федеральные или муниципальные учреждения. Еще у вас есть общественность, которая является целевой аудиторией. У вас есть достопримечательности и другие исторические архитектурные ансамбли. И вот все эти люди собрались вместе, чтобы работать друг напротив друга, чтобы задуманный проект довести до конца. Когда вы идете по улице, то все, что вы видите вокруг, было так или иначе спроектировано. Ширина тротуаров, места посадки деревьев, и то, какой у них высоты, и то, как расположены скамейки под ними. Любой из этих параметров был тщательно взвешен и продуман. Городское планирование в стиле модерн очень похоже на модернистический, графический и индустриальный дизайн. Такой дизайн, как правило, минималистичен, очень упорядочен, очень рационален и логически делит все на части. Вы вряд ли хотели бы, чтобы машины и пешеходы двигались по одним и тем же дорогам. Это небезопасно, в конце концов. Но как стало очевидным из опыта, если вы проектируете такой город, в котором каждое движение люди вынуждены совершать на автомобиле, внезапно становится некуда уплотнять застройку, и жители застревают на дорогах в огромных заторах. После Второй мировой войны мы вдруг начали формировать застройку, полностью основанную на развитии пригородов. Переезд в пригород при наличии собственного автомобиля воспринимался большим шагом вперед. Имея собственные представления о том, где я хочу жить, конечно же, я никому не собираюсь говорить о том, что мой выбор верен, а другие совершают его неправильно. Просто я думаю, что в период глобального изменения климата и проблем с экологической обстановкой, мы как общество должны признать, что некоторый выбор, несмотря на всю свою привлекательность, может иметь дополнительные издержки. Сегодня нужно вести речь не о ликвидации пригородов, а о том, что нам нужен иной взгляд на них. Нам нужны пригороды с пешими, компактными, связанными между собой сообществами жителей. Вот почему специалисты называют это явление расползанием. Где-то к середине 19 века индустриальное общество стало реальностью, сформировавшись в крупных городах Западной Европы всего за несколько десятилетий. В те десятые годы автомобиль стал оказывать очевидное влияние на города. В значительной степени это влияние было негативным. Со временем не только увеличилась доступность городов. Появилось больше автомобилей, возникли заторы и шум. Все это превратилось в разрастающуюся глобальную проблему, особенно в развитых странах. Многие вещи в городах вдруг стали абсолютно нелогичны. Например, нам всем кажется, что расширение полос, строительство эстакад и новых уровней должно разрешить проблему пробок. Но нам также очевидно, что пока что это нигде не принесло желаемого результата. Потому что дорожное движение создается не количеством машин, а количеством поездок и общей их протяженностью. Так что выходит, чем больше дорог вы делаете, тем хуже становится движение. Единственный путь борьбы с пробками – это ограничение использования автомобилей. А самое банальное решение по ограничению использования автомобиля – это ограничение парковки. Люди отчего-то считают, что парковка – это едва ли не фундаментальное право человека, которое необходимо включить в устав ООН. Например, в нашей Конституции много прав – право на жилье, право на образование, право на медицинскую помощь. Но я так и не нашел там право на парковку. Я не видел ни одной Конституции, в которой было бы право на парковку. Так что, если вы спросите меня, где вам парковаться, любой мэр вам ответит. Вы же не спрашиваете меня, куда вам класть еду и одежду. Это не проблема правительства. У нас в Копенгагене в течение 30 или уже даже 40 лет проводится специальная политика для привлечения к велосипедному транспорту как можно большего количества людей. И у нас имеется развитая сеть велодорожек по всему городу. Мы называем их велодорожками в копенгагенском стиле. Основной их особенностью является то, что велодорожки всегда прокладываются рядом с тротуаром. На тротуарах медленное движение, на велодорожках немного быстрее. Дальше идут припаркованные автомобили, а уже потом основная трасса. Таким образом припаркованные автомобили защищают велосипедистов. А не наоборот, когда велосипедисты вынуждены закрывать собой припаркованные автомобили. Это помогает многим людям, которые все еще не решаются или слишком боятся оседлать велосипед, принять идею о том, что я тоже смогу передвигаться на велике. Тем более это безопасно. Это держит людей в форме, не загрязняет окружающую среду, не требует много места для парковки. Это действительно самый разумный способ передвижения по городу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...